Ребят, всем привет. Хотел так вот кратенько записать, рассказать о недостатках компании Megafon. У меня на телефоне установлены две сим-карты Megafon и Tele2. До этого у нас был Beeline. 4G в фильме Beeline нет и не будет, потому что у них какие-то лицензии мне дали Минсвязь или как она называется, правильная организация, которая занимается вот именно этими точками. И поэтому 3G только Beeline осталось. Нас это не устраивало, потому что связь тоже падала постоянно. Загрузить ролик было достаточно проблематично. И я поверил в рекламу, так сказать, то что Megafon рулит. Ну может быть где-то он рулит, в таких городах как Москва, Питер, но в других регионах как-то он подруливает только. Хотя ценники завышены. Мы на радостях. Вообще как бы это получилось так, что я вечером сидел в интернете. Думаю, а дай посмотрю как бы в мегафоне есть ли как бы хорошие тарифы, на которые могли бы перейти именно с Beeline. У нас было получается 3 сим-карты в Beeline, да? Одна сим-карта в Tele2. Ну и все, как бы вроде хорошо. Смотрю, такой тариф классный, там 220 рублей. Получается тысяча минут, да? Сколько там? Тысяча минут. Тысяча минут, 25 гигабайт интернета. Ну, я такой говорю, Маринке. 25. А, 15. Нет. А давайте посмотрим, что врать-то. У Маринки же есть телефон. Сейчас мы откроем. Тут же в электронном виде оформил заявку о переходе с Beeline на мегафон. И началось Катавася, в общем. Только мы перевели, только нас перевели через десять дней, получается. Сначала Beeline доставал активно. Признали, что они нам 3G просто урезали скорость. То есть, откуда мы узнали об бурезуальной скорости. Это вот как раз Beeline признался, что у них такая практика ведется. И, оказывается, у мегафона точно такая же практика. Они просто режут скорость. Конкретно, прям так. И все было хорошо было. Началось такое, что где показатели 2. У меня программка есть. Я замеряю скорость. Я уже об этом рассказывал. Скоро замираю на теле 2. Видели, видели, езжай давай. Мегафон, сейчас я покажу вам. У меня был в магазинах. Да нет, в магазинах он и был. Вот. И, получается, все бы ничего, но связь такая говняная. Сейчас объясню. На теле 2 показывает 60 мегабит давит, да, а мегафон показывает один там, с копеечками там. И я ни разу не видел. Ну, там если только напрямую к вышке мегафона вот подойти, там он где-то там 60-70, то-то бывало 100 даже. Вот прямо у самой вышки, когда вот понимаешь, что это вышка мегафоновская. А так, ребят, в лифт тариф. Ну вот тариф, получается, что показывает. 25 интернет, да? 20. 20 гигабайт интернета. На любые сервисы. Плюс, получается, на соцсети у них бесплатно. Да. А самый прикол, ребята, у них смс-ки, кажется, платные. Представляете, они сделали смс-ки. Мы, если бы с самого начала это знали, обратили бы внимание на это внимание. Ну... Тысяча минут. Да. Получается... Ну, без... Только на мобильные номера. Дополнительно 50 рублей платишь, ты еще, получается, получаешь смс-ки. Нет. И еще, получается, нельзя звонить на стационарные номера. Они тоже платные. Тоже платные. Рубль восемьдесят. Ну, короче, такой геморрой, ребят, вообще, получается. Потому что в Телли-2, получается, за такие же деньги тебе предлагают уже, там, 50 гигабайт интернета, тысяча минут... А, нет. 800 минут. И, грубо говоря, смс-ки бесплатные. И 800 минут на все, как бы, номера. И каждый месяц, который ты не выговорил, тебе, получается, еще пополняют. То есть, очень удобно, на самом деле. И, получается, экономно. И, получается, интернет... Почему лучше у Мегафона, вернее, у Телли-2, чем у Мегафона? Потому что Телли-2, это... Телли-2 выкупил вышки, получается, Ростелекома. А Ростелекома, это вот раньше контора, которая только заходила в регионы, то есть, на самое старое, получается. И по этой вот... По этой ситуации, получается, Телли-2 и лучше ловит. Но мы как-то раньше пользовались Телли-2. Да. То есть, в самом начале. Да. Ну, мне тоже нравилось. Единственное, у них тарифы были подороже. Вот. Поэтому мы переходили на Билайн. На Билайн они поперек подешали. Видите, он бегает через дорогу, соревнуются. Два парня. Непонятно зачем. Вот. Поэтому, конечно, мы очень сильно разочаровались. В компании Мегафон. Сейчас ждем два с половиной месяца. То есть, ну, нам, в принципе, осталось ждать-то немного, осталось ждать меньше месяца, да? Да. И мы переходим сразу же на Телли-2 обратно. Ну, если кому не трудно, вот из наших подписчиков, ребята, напишите, как вот Мегафон у кого-то есть, и, ну, как он работает у вас в регионах по сравнению с другими операторами, просто интересно. В Пермирии он такой засранный, как бы. Либо же во всех регионах это вот реклама, знаете, Мегафон там, Мегафон. Вот. Потому что в Москве я точно знаю, что Мегафон тоже хорошо рулит, как бы, в этом хорошо, в Питере. А в других регионах я не знаю. То есть сама связь у нас плохая, у нас вместе не ловят. Вообще лифт и наловят. Там где Телли-2, там полная антенна, заходишь, там, грубо говоря, первый этаж, полная антенна Телли-2, а у Мегафона там, дай бог, одна там антенка, и уже звонишь, то связь отваливается. Вот сегодня у меня просто связь отвалилась, да, мы ехали? Просто связь Мегафоновская, а он, это, нормально, он колесо сучит на своем самокате. Вот. То связь сама по себе отваливается. Говняная просто. Операторы хамло, как бы. Потом на был тариф, Настя у нас в больницу слегла, на был тариф переключить срочно, хотя безлимитный YouTube ей подключить. А нельзя удаленно с программки или, допустим, по телефону заставляет ехать в центральный офис. То есть, писать... И проблема такая, что не пересчитывают, например, вчера у нас списали ежемесячную плату по тарифу. И сегодня я перешел на новый тариф, они, как бы, деньги это не учитывают, заставили еще, как бы, заплатить за новый тариф 400. То есть, в общей сложности за месяц мы заплатили 650 рублей. Ну, короче, бред. Не потому что 650, даже 750 получается. Короче, бред полнейший, ребята. И я считаю, что самая говняная... Даже Beeline, ребята, работал лучше. Пускай у них 3G, но он работал в Перми лучше, чем Мегафон. Маркетинговый ход 4G, да? Да, да. 4G+, у них, говорите, где. Но вы никогда не увидите, да, этой скорости, потому что мы замеряем в каждом городе, в каждом районе города. То есть, мы специально подъезжаем к выишкам, замеряем. То есть, через программки у каждого телефона у нас такая программка установлена. Маришка может ее показать. Я их покупал, эти программки. У нас даже айфоны были. Я даже на айфонах этим программкой пользовался. То есть, вот эта программка. Ну, вот она, то есть. И, соответственно, мы смотрим, замеряем. У меня просто само интересно. В итоге, получается, Теле 2 рулит. Билайн после уже Теле 2, а Мегафон это уже самый отстой у нас в Першном крае. Правильно я говорю? Бывает, это у нас районы, где Мегафон даже не берет. Держу, держу, держу. Через дорогу надо перенести мне. Бывают такие, как бы, микрорайончики. Не даже микрорайончики, как бы, с ней-то. Ну, типа, вот, Алешики кто-то в Першном крае. То есть, там Мегафон вообще плохо, плохо. Вообще, просто даже в некоторых местах не берет. Так что, вот такая ситуация. И дачная. И дачная, да. Где Билайн, как бы, и Теле 2 просто рулит. Все, такое короткое видео. Всем пока. Всем пока. Поехали.